Платёжные стикеры для смартфонов. Работу каждому. Каждый человек имеет право на труд, каждый человек должен реализовать себя. Диплом, созданный нейросетью. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет проведёт серию мероприятий, приуроченных ко Дню Российской Науки. Серия мероприятий начнётся 8 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Участники смогут посетить тематические лекции и узнать о деятельности научных кружков. Банки России начали выпускать платёжные стикеры. Теперь их можно наклеить на свой смартфон и оплачивать покупки без карты. Как это работает и безопасно ли вовсе, разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. В связи с многочисленными изменениями на политической арене, бесконтактная оплата на смартфонах Apple стала невозможной. Крупнейшие российские банки сделали жизнь людей проще и начали выпускать платёжные стикеры. Это как наклейка, только банковская карта. Принцип работы практически не изменён, а удобство бесконтактной оплаты сохранилось. Важно ведь наличие в карте или где-либо чипа, который может быть считан. Соответственно, происходит всё очень просто. То есть считывается информация о вашем чипе на платёжном стикере, который является копией вашей карты. Соответственно, информация про вашу карту исходно узнаёт терминал, который стикер этот считал. Соответственно, всё, вы получаете возможность совершить платёж. Такие стикеры особенно актуальны для владельцев яблочной техники. Тех, кто не хочет носить с собой банковскую карту. Это однозначно самые дорогие наклейки в жизни каждого россиянина. Однако стоит понимать, что с потерей стикера фактически теряется и карта. Ровно ещё там та же самая политика, что и с вашей картой. Вот если вы совершаете платёж с картой, и у вас приходит подтверждение по СМС, это безопасно. Если ваша банковская карта такая, что вы просто совершаете платёж, и ничего не приходит, то тогда вы это и стеряете, то ситуация может быть нехорошая. То же самое будет со стикером, поэтому к этому тоже надо относиться хорошо. Просто именно его преимущество, что карта всё-таки имеет определённый габарит, её нельзя сложить, согнуть или к чему-то приложить, хотя кто-то так и делал на самом деле. А вот стикер, он гораздо тоньше может быть приклеен. Если вы не маша-растеряша и не планируете терять стикеры, тогда такой способ бесконтактной оплаты вам точно подходит. Ведь о безопасности внутренней угрозы переживать не стоит. За этими наклейками стоит банк, то есть он их выпускает, он их программирует. Это точно так же безопасно, как используются обычные карты, как раньше можно было использоваться телефоном для бесконтактной оплаты. Поэтому здесь не стоит переживать за безопасность. Это всё проверяется, контролируется, как и служба безопасности банка, так и платёжная система. Банки всё ещё тестируют технологию на все стикеров. В некоторых из них сообщили, что стикеры станут доступны для заказа уже в феврале. Цены на стикеры варьируются до 1000 рублей. Однако перевыпуск утерянного стикера обойдётся примерно в два раза дешевле. NFC, платёжный чип, PayTech, по-разному они называются. Сейчас очень много банков уже начинает их выпускать. Tico, Sber, Alfa, MKB, практически сейчас все топовые банки. Уже соревнуются, кто быстрее их выпустит на рынок. При этом первым владельцам они предоставляют бесплатно, а дальше уже за какие-то небольшие деньги, от 500 до 1000, полторы тысячи, за этот напрёг. Напомним, что владельцам смартфонов на Android стикеры вряд ли нужны, а вот владельцам iPhone предстоит выбирать или стикер, или карты, или довольно неудобная в плане бесконтактной оплаты система быстрых платежей, требующая каждый раз вручную подтверждать платёж и до сих пор работающая не везде. В Татарстане планируют запустить пилотный проект по содействию в трудоустройстве лиц с ментальными нарушениями. Что из себя представляет проект и как люди с расстройствами аутистического спектра будут вливаться в трудовой коллектив, подробнее разбирался в теме наш корреспондент Адалина Абдарахманова. Гуманитарная значимость этого проекта очень велика, поскольку каждый человек имеет право на труд, каждый человек должен реализовать себя. И найти подходящую сферу деятельности, найти в чём заключается талант данного конкретного человека, помочь ему реализоваться, мне кажется, это правильная задача общества. Также важно отметить, что лица должны быть признанными нуждающимися в соцобслуживании и иметь рекомендацию пройти профессиональную реабилитацию. Кроме того, у желающих трудоустроиться должны отсутствовать медицинские противопоказания. К ним относятся тяжёлые психические расстройства, тяжёлая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания и многое другое. Расстройства аутистического спектра – это такие полиморфные расстройства, а не расстройства, которые нельзя описать одинаково в отношении всех людей. То есть у каждого человека это протекает несколько специфически, несколько по-разному. Основной проблемой людей с расстройством аутистического спектра является в сущности нарушение коммуникации. Если мы говорим о работе в трудовом коллективе, то основные трудности, конечно, будут коммуникативного плана. Совместными усилиями Минтруда Республики и Центры занятости населения помогут инвалидам найти подходящие вакансии, составить резюме и собрать все документы. Первые два месяца с момента трудоустройства в ведомство будут курировать инвалидов. Организацией и реализацией проекта займётся Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Проект рассчитан на 2023-2026 годы. Трудно ли будет им самим? Да, безусловно, трудно, но значительно труднее всё время находиться в изоляции и без работы. Мы же прекрасно понимаем, что у любого человека, если он находится до лет коллектива, если он не социализирован, постепенно могут начинаться проблемы такого плана, как, например, когнитивное снижение. Отметим, что заниматься социализацией лиц с расстройствами аутистического спектра нужно ещё с детства. Так, на базе Казанского федерального университета работает детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе», цель которого – создание психолого-педагогической поддержки и организация комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Каждый студент за время обучения проходит процедуру написания курсовых работ. А в дальнейшем и одной дипломной. Чаще всего выпускники университета сталкиваются с некоторыми трудностями. Способы их решения нашёл их юный гений, который написал диплом с помощью нейросети ЧАД-GPT. Подробнее в следующем сюжете. Московский студент Александр Ждан защитил диплом, который написал с помощью нейросети ЧАД-GPT. Парень учился очно-заочно, и когда пришло время написать работу, он решил в качестве эксперимента воспользоваться бесплатным чат-ботом, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарий и даже спорить. Например, в некоторых школах государственных в Нью-Йорке, я просто читал эту новость, доступ к ЧАД-GPT закрыли из сетей этих школ. Причём закрыли не потому, что дети будут списывать или обманывать преподавателя, а потому что ведь они, обучаясь, должны формировать навыки мышления и написание ответов, коммуникации. А дети, получается, вместо того, чтобы эти навыки формировать, то есть самим думать и самим отвечать, будут обращаться просто к ЧАД-GPT и не развивать им те навыки, которым требуются. Поэтому я думаю, что будет выработана какая-то методика. В полном смысле запрета я не вижу, всё равно они будут обходить этот запрет. Процесс написания диплома проходил в несколько этапов. Сначала студент совместно с научным руководителем составил план работы, сделали оглавление. После студент заказал нейросети притворить план в большой текст, но столкнулся с тем, что робот отказывался писать так много. Диплом — это минимум 60 страниц. Тогда парень стал просить робота писать отдельные главы. Например, напиши введение, теорию, анализ по моей теме. И дело пошло. Нейросеть генерировала разумный текст и сдабривала его ссылками на реальные исследования по теме. Как того требует научная работа. Александр перевёл ответы машины через онлайн-переводчик, чат-GPT. После составил из них диплом и отправил на проверку научруку. Уникальность текста была 82%, хотя для защиты достаточно 70%. Дорабатывал правки Александр лично, а также вновь взывал к помощи нейросети. Чат-GPT способен помочь, но при этом написать за меня нет. Ту же самую дипломную работу я бы мог написать сам, без использования чат-GPT. Просто я решил ускорить это в разы. Не искать источники, а давать запрос «найди мне источники, найди мне то-то». Я уже понимал, что вот у меня есть пример, на который я могу основываться, который я могу взять как пример. Также я понимаю, что не получается всё взять. И я дополняю сам, так или иначе ссылаясь на какие-то источники, которые не изучат GPT. Произошло очередное столкновение технологических и образовательных возможностей. Люди разделились на два лагеря. Есть те, кто считают, что парня необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности, потому что работа была выполнена несамостоятельно. И вообще, данный пример может пагубно отразиться на системе образования. Другая же сторона расценивает Александра как гения, который помог многим выпускникам облегчить свою жизнь и нашёл новый способ консолидации данных из различных источников. Так, например, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский оценил потенциал парня и отметил его работоспособность и правильное использование современных технологий. Один студент схитрил, оригинально схитрил, и он всё-таки не выполнил ту работу, которая от него традиционно ожидалась научным руководителем. И он об этой хитрости ещё и похвастался. Но ведь существуют традиционные хитрости уже. Это помощь сторонних людей, помощь интернета. И есть способы с ними бороться в нашей среде преподавателей. То есть это дополнительные вопросы, это проверка задания по альтернативным признакам, когда мы отслеживаем не само задание выполненное, а какие-то сопутствующие вещи. Например, если это программный продукт, то мы следим за тем, какие были версии, как проект развивался, что он не мог так с нуля, а потом внезапно он возник. И вот касательно дипломов тоже есть достаточно много приёмов, которые позволяют научному руководителю по-другому немножко отслеживать прогресс студентов. Смысл диплома заключается в том, чтобы подтвердить квалификацию студента. Формально Александр ничего запрещённого не делал, тем более защита была пройдена. По словам студента, ни у него, ни у российского государственного гуманитарного университета нет задачи навредить друг другу. Поэтому его работа не будет аннулирована. Диплом действителен, и уже через две недели парень вместе с одногруппниками получит долгожданный диплом о высшем образовании. Алина Красильникова, Универньюз. На этом всё. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!